Продолжим нашу лекцию, посвященную развитию коммуникации и ее усовершенствованию. Коммуникация всегда отличала человеческое общество. И, конечно, важно только коммуникацией заниматься положенной для этого времени. Коммуникации есть разные. Межличностная коммуникация, коммуникация массовая. Но иногда для того, чтобы участвовать в межличностной коммуникации или в массовой, надо просто прекратить заниматься устной коммуникацией, а обратиться к книге, ее почитать или послушать лектора. Итак, мы остановились на том, что коммуникация требует коммуникатора, средства коммуникации и реципиента того, кто эту коммуникацию получает. И вот в процессе развития коммуникации возникают некоторые общие проблемы, которые действуют и сегодня. Для коммуникации нужно иметь коммуникатора того, кто обладает знаниями или потребностью в том, чтобы передать эти знания. Затем необходимо иметь реципиента того, кто хочет получить вашу информацию. И вот эта связь, я в прошлый раз ее попытался изобразить, она существует и сейчас. Вы слушаете радио, там журналисты готовят сообщение, которое затем передается с помощью радиоволн, и вы реципиенты. Здесь цепочка существует. Но в этой цепочке мы должны выделить элементы основные. Вот журналист или тот, кто создает содержание коммуникации. Оно может быть разным. В первобытном обществе сообщение может быть о приближении врагов, зверей, о возможностях новых для охоты и прочее. В современном обществе сообщения могут быть гораздо более многоплановыми. Но всегда нужно иметь возможность как-то передать это сообщение и его получить. Этот процесс постоянно развивается и совершенствуется. И я вам уже говорил о том, что было письмо наскальное, было предметное письмо, потом был изобретен алфавит. Но это средство, алфавит, это средство фиксации информации. То есть вот пока не было алфавита, информация фиксировалась с помощью предметной. Вот ветку загибали там, где был гриб найден большой. Или зарубки делали на дереве, где были звери и так далее. Это были предметные знаки для фиксирования информации. Реально информация стала фиксироваться тогда, когда появились алфавиты и другие системы знаковые, передающие, хранящие информацию. Таких систем было несколько. Эти системы состояли прежде всего из знаков, знаковые системы, которые позволяли получить информацию и ею воспользоваться. Я вам уже говорил в прошлый раз об иероглифической системе, о системе буквенного фонетического алфавита. Ну вот, каждая из этих систем оставляет что-то нам и сегодня. Ну, у нас нет в пользовании в России иероглифов. Но сигнальная информация, которая содержится просто в знаках, существует, скажем, знак перехода улицы, или знак нельзя, запрещен въезд. Это знаковые системы. Эти знаковые системы из давних времен пришли к нам, и этими знаковыми системами занимается специальная наука, семиотика. Она изучает систему распознавания и использования знаков для передачи определенных значений. И вот, скажем, правило уличного движения. Знаки дорожные. Это часть такой знаковой системы. Ее можно сближать с иероглификой или с другими вещами. Но вот создание системы фиксирования информации было очень важным моментом. И он существует и сегодня. Сегодня мы пользуемся, кстати, почти всеми теми системами, которые были раньше. Иероглифы используются в Китае и в Японии. Буквенный алфавит используется в большинстве стран мира. Фонетическое письмо. Но существуют и вот эти семиотические системы, когда вы знаете, выход обозначается бегущим человеком. Эти знаки универсальны во всем мире. И чтобы найти выход, вы можете всегда воспользоваться этими знаками. Или узнать, куда не следует ходить, там тоже что-то пишется. Но вот это знаковые системы. Это требует от нас специального изучения. Затем рецепиент. Тот, кто получает информацию. Это более сложная система. Этот рецепиент должен быть обучен системе знаков, которыми пользуется коммуникатор. Если коммуникатор пользуется иероглифами, он должен понимать эти иероглифы. Если фонетическим письмом должен быть грамотным. Поэтому развитие коммуникации требует определенного уровня культуры. Не только коммуникатора, но и рецепиента. Тех, кто эту информацию получает. Это очень важный и серьезный момент. Потому что с развитием новой аудитории людей, которые понимают разные знаковые системы, возможности коммуникатора тоже расширяются. Итак, коммуникатор, рецепиент. А между ними система передачи информации. Здесь существует также несколько вариантов. Есть вариант самый простой, когда информация передается от одного лица другому лицу. Это диалогичная такая система межличностных контактов, которая используется для передачи информации более широкой. Затем используются разные знаковые системы. Какие знаки мы знаем? Есть знаки звуковые, прежде всего. В некоторых странах используется система, скажем, определенных звуков, Барабан, по которому определенными ударами там-тама передается информация. Сигнал тревоги, сигнал приветствия и так далее. Это информация, эта система передачи информации основана на первых знаковых системах. И вот звуковая система была и остается очень надежным делом. Знак тревоги, знак нападения. Скажем, в африканских племенах до сих пор используют там-там для того, чтобы передать информацию. И эта информация распространяется очень быстро. Здесь средством распространения является система звуковых сигналов. Ну и, скажем, ну это и сейчас использую систему. Скажем, идут, войска наступают, и они сопровождают часто для усиления эффекта военного всуществе, наступают и пускают музыку определенную там через репродукторы и прочее. И вот существуют марши военные, которые тоже являются частью такой сигнальной системы, музыка и прочее. Но эта система существовала тогда, когда не было развитой системы письменности. И тогда, помимо вот такой безличностной информации в виде сигналов и в виде разного рода семиотических знаков, стали пользоваться для передачи информации усилиями человека, который эту информацию переносил. Скажем, в первобытном обществе, внутри племени, информация передавалась с помощью глашатая. Он выходил, там племя собиралось, и глашатый объявлял решение вожака племени. И тогда, и эту информацию слушали все те, кто входил в это племя, соплеменники. Это был способ передачи информации. И глашатый был первым таким коммуникатором, который передавал информацию от главы племени к рядовым членам племени. И таким образом создавалось единство племени путем этой объединяющей коммуникации. Она позволяла, помимо того, что объединяла племя, управлять племенем. Глашатый говорит, сегодня идем охотиться на, скажем, оленей. И готовились соответствующим образом к охоте. Мы получили сигналы о том, что тут скопилось большое количество опасных хищников, они на нас готовы напасть. Мы должны защититься от них. Соседние племя готовятся на нас напасть. Должны защититься. Вот эта система глашатая, устного носителя и разносчика информации, была одним из первых проявлений системы передачи информации от одного лица к другим лицам. От, в данном случае, главы племени к рядовым участникам этого племенного объединения. И тут выявляется еще один важный момент. Коммуникации. Коммуникация не только объединяет, она управляет. Потому что, узнав новость, бегут на нас, нападают звери, вы вооружаетесь палками, кольями, под тем оружием, которое тогда существовало. И сама по себе коммуникация оказывается и средством управления. И вы даже не замечаете, как вами управляет эта информация. Если вы слушаете радио или смотрите телевидение утром. Как я понимаю, это делают далеко не все. Но, тем не менее, большинство из вас, как и вообще большинство граждан в мире, утром интересуются тем, какая будет погода днем. И когда говорят, что будет дождь, те, у кого есть в собственности зонд, берут зонд. В данном случае вам никто не приказывает брать зонд. Но, получив информацию о возможном дожде, вы этот зонд берете. Это самое простое объяснение, простой пример того, как информация управляет вашими поступками. Или, наоборот, вы узнаете, что сегодня будет температура 26 градусов. И тогда вы пользуетесь современными легкими одеждами, иногда очень легкомысленными. Но, тем не менее, для того, чтобы наслаждаться теплотой и не потеть от слишком теплой одежды. Информация управляет вашим поведением в этом смысле. И если вы ее не получаете, вы можете попасть в просаг. Скажем, выйдете на улицу, не зная, что должен быть дождь, а посмотреть в окно вы забыли, и попадаете под ливень. Или, наоборот, вы ходите, плотно одевшись на улицу, а там жара, и вы начинаете испытывать неудобства от пота и от перегрева. Или перегрева информация и коммуникация управляет. И вот этот глашатый был таким коммуникатором, который от имени вождя осуществлял и функцию не только информирования, но в этом смысле и управления. Для межплеменного общения использовались разные средства. Скажем, вот предметное письмо. Я вам приводил пример письма Дарию от Скифов. Но использовались и другие средства. Это письмо ведь кто-то доставил Дарию. И Скифы использовали для этого гонца. Того, кто принес это письмо и разложил лягушку, стрелы и мышь перед глазами царя. И вот этот переносчик информации назывался гонцом. Гонец был глашатый, а кроме глашатая, который провозглашал вот эти данные, был еще и гонец, который переносил эту информацию. Приходил и сообщал. Он и сейчас существует. Прибегает кто-то и говорит, сегодня лекции не будет у нас. Этот гонец производит организующее или дезорганизующее впечатление немедленно. Информация работает в данном случае. Но вот сейчас это довольно безобидно. Если гонец принес это сведение ложное, деканат могут вызвать и могут наказать. Но если гонец принес из одного племени в другое племя очень неприятное сообщение, то вождь другого племени может быть недоволен этой информацией. Скажем, ему сообщили о том, что соседнее племя готовится на него напасть и требует, чтобы это племя уступило, скажем, участке леса, где водятся звери, необходимые для охоты. И тогда вождь или другие сообщения, что собираются войну начать, собираются начать войну, это племя. Что тогда делали с гонцом? Гонца убивали, да. Это вот очень важная обстоятельство, которое вы все должны помнить. Потому что вы все гонцы. И вы должны знать, что когда вы сообщаете неприятные новости, то примитивные люди, а их всегда очень много, примитивные не значит образованные, окончили университет, академию, профессор, академик, министр, президент. Вот есть люди, которые мыслят примитивно. Вот если что-то произошло, а сообщил гонец, убить его, гонца, и новостей тогда не будет. Это вот отношение к журналистам, на журналистов перенесено с отношение к гонцу. Если гонец принес плохие новости, с ним могут расправиться. Хорошие новости могут накормить и угостить за то, что он хорошие новости принес. Но вот это отношение к гонцу до сих пор существует, и есть такой принцип. To kill the messenger, убить посланца, убить гонца и носителя послания. И гонцов убивают, и вот эти гонцы часто страдают. Поэтому и сегодня в мире журналисты часто испытывают трудности. Их наказывают за то, что происходит в мире не по их вине, а иногда вопреки даже их действиям. Поэтому опасность жизни журналистской связана с этим представлением. О том, что новости-то новости, но главный враг тот, кто плохие новости приносит. А главный друг тот, кто хорошие новости приносит. Поэтому льстицы и подходимы этим правилом пользуются. А честные журналисты попадают часто в неприятности. И тем не менее гонец должен сообщить, новости нужно узнать. И так существует помимо коммуникатора и рецепиента еще переносчик новостей. Которые называют в современных условиях средством коммуникации. Вот средством коммуникации было сломанная ветка, зарубка на дереве, надпись на скале. Средством коммуникации был гонец. Он передавал эту информацию. В дальнейшем, в развитии коммуникации, эти системы всегда существуют. Сегодня, для того, чтобы получить коммуникацию, сообщение, нужно кому-то это сообщение приготовить. Таким образом, система-коммуникатор, который может быть коллективным, существует. Система рецепиентов существует. Это аудитория. Но существует очень важная система передачи информации. И эта система меняется. В древнем мире был гонец. Гонец мог быть пешим. Быстро бегал, его посылали с этими сообщениями. Мог быть переносчиком информации, голубь и так далее. Сегодня переносчик информации – это интернет, сотовый телефон, газета, журнал, радио, телевизионная передача. Вот эта система коммуникации включает, таким образом, коммуникатора, тот, кто собирает и изготовляет информацию. Тех, кто... Систему передачи информации – это техника, технология. И от сломанной ветки до сотового телефона очень большая дистанция. Но она определяет развитие этой структуры, этой системы коммуникации. И сегодня эта система развита очень высоко. И таким образом в этой коммуникации есть на первом этапе у коммуникатора содержание. Оно может быть очень примитивным, может быть очень пространным. Затем особую структуру передачи этого сообщения. Надо найти надежного гонца. Гонцы бывали, ну, такие открытые, бывали тайные гонцы, чтобы принести тайное сообщение кому-то. Это система, причем не всегда те, кто посылают письмо, послание, сообщение, заинтересованы в том, чтобы его все знали. И тогда гонцу говорят, тебя поймают, никому ничего не говори. И убивают еще и за то, что он может кому-то сказать. Но это система защиты информации. Она и сегодня существует. Скажем, информация, которая идет, особенно важная, она защищается специальными средствами. Но главное, существует система ее передачи. И эта система развивается. И чем быстрее она развивается, тем быстрее развивается система коммуникации. Для того, чтобы доставить сообщение из Китая в Россию, в Европу, в средние века требовалось от полугода до полутора лет. Для того, чтобы сегодня получить сообщение из Китая, достаточно взять сотовый телефон, и вы получите через минуту, как только соединитесь, так и получите эту информацию. Но от пешего, конного и другого переносчика информации гонца до современной электроники дистанция огромная. Но схема коммуникации остается той же. Но роль разных структур в этой схеме меняется. И, скажем, когда изобрели газету, газета стала носителем информации, журналистом, коммуникатором стал журналистом. Переносчиком информации стали почта, которая была специально создана для развития коммуникации. Первым таким специализированным учреждением по доставке информации стала почта. И для сегодняшнего дня почта и переписка являются важнейшим элементом коммуникации. Вы пишете письмо. Это письмо может быть личным, а может быть и сообщением очень важным. И вам важно, чтобы это письмо было доставлено адресату. Это делает почта. И вот развитие системы почтовой коммуникации положило начало профессиональной системе сбора и передачи информации. Почта стала специализированной организацией, которая занималась только тем, что перевозила разные сообщения. Личные сообщения или сообщения государственного значения. И в некоторых странах существовало две почты. Одна почта для того, чтобы передавать сообщения, скажем, управляющих провинциями главе государства, императору. И вторая почта для сообщения и обмена информацией граждан. Вот в Риме, например, было этих две почты. Потому что императору нужно было быстро получать свою информацию, а граждане должны были обмениваться информацией. И здесь вы видите две функции. Почта как средство межличностной информации и почта как средство для передачи значимой информации, то есть для передачи сообщений, рассчитанных на широкую аудиторию. И развитие журналистики тесно связано с развитием почты. И неудивительно, что во многих странах газеты так и называются. Курьер. Там вот у нас газета есть. Русский курьер. Давно курьеров нет таких, которые газеты разносят. А слово курьер означает доставку. Почта там, скажем, в Англии газета. Телеграф Пэуз. Телеграф. Ежедневный телеграф. Почта. Эти названия отражают процесс развития коммуникации. От почты к газете, потом к другим средствам коммуникации. И вот на первом этапе, до Печатном, до Гутенберга, очень важную роль в становлении и развитии коммуникации играют гонцы, письма, почта. И от них идет развитие затем и журналистики. Эти элементы существуют и сегодня. И мы видим в журналистике содержание, которое изготовляет грамотный человек. Видим средства передачи этого содержания и получения, получателя. Эта схема остается. Как она развивалась в древности? Для того, чтобы наладить такую схему и систему коммуникаций, необходимо было изобрести знаковую систему хранения информации. Это были способы хранения предметные или другие. Но вот для того, чтобы передавать информацию, нужны материалы, на которых информация может быть зафиксирована. Ну вот в предметном письме этими материалами были вот эта лягушка, мышь, стрелы. А когда приносят письмо написанное, здесь текст является содержанием, но он излагается на том материале, на котором этот текст можно изобразить. Появляется необходимость в материале для коммуникации. Ну, такими материалы связаны были с развитием письма и с поиском материалов, на которых можно писать. На чем писали люди? Вы знаете. На чем писали в Египте? Папирусе. На чем писали в средневековой Европе? Пергамин. На чем писали в Древней Руси? На Белесте. Белестяные грамоты. И вот эти белестяные грамоты могли быть другими вариантами в зависимости от доступных материалов. Это важно знать, потому что и сегодня важнейшим элементом журналистики является средство фиксирования информации. Теперь вместо папируса и пергамента существует компьютер, в котором эта информация хранится. Это вам и папирус, и пергамент, и белеста, на которой грамоты писались. Затем другой важный момент. Первый этап развития коммуникации связан с развитием письма. И вот история письма для нас очень важна. Какие элементы в истории письма мы с вами уже отметили? Первое письмо – предметное письмо. Затем письмо рисунками. Пиктограммное письмо. Это уже более продвинутая система письма, потому что в данном случае сообщение фиксируется, скажем, на скале, и оно долговечно, это сообщение. Затем от пиктограммы переходит к идеограмме или к логограмме, когда какое-то послание передается с помощью знаков, рисунков, уже обобщенных и обобщающих значения в этом рисунке. И иероглиф каждый несет в себе понятие определенное. И это письмо понятиями начинало развитие письменности. К этому мы и эту процедуру мы дальше проследили до развития письма фонетического и знаковых других систем. На каких материалах изображались иероглифы? Если вы были в Египте, кто из вас был в Египте? Видите, как много египтян в этом зале. Если вы были, скажем, в гробницах фараонов, вы видели там надписи иероглифические, они и сегодня живут. Эти надписи были сделаны на памятниках, на стенах, в гробницах. И, соответственно, камень служил одним из первых материалов для фиксирования информации. И известный ассирийский царь потребовал, чтобы его законы были высечены на скалах. И эти законы царя Хамурапи были высечены и существуют. И сегодня вы их можете прочитать. И тут возникает вопрос о том, каков же инструмент изображения, скажем, иероглифа или буквы. В разных странах инструменты были разные. Но сам по себе инструмент, письма, был очень важен. Поскольку вот и сегодня мы пишем с помощью компьютера. Когда-то писали гусиным пером и обычным пером. Но говорят, что гусиным пером иногда лучше писали, чем электронным пером сегодня пишут. Но важно то, чтобы был инструмент специальный для того, чтобы эти иероглифы или буквы изобразить. Какие же были инструменты? Ну, в Египте высекали на камни, на скальных рисунках, на скальных всякого рода породах. Затем появился папирус. На папирусе писали специальным деревянным стержнем, таким палочкой деревянной, используя для письма краску. Появилось таким образом. Первый материал, на котором изображение делалось, в руках появился инструмент для того, чтобы иероглиф нарисовать. Но в других странах, где не было папируса, и там действовали проще. Брали дерево и на дереве вырубали надписи. Есть такая поговорка, что написано пером, то не вырубишь топором. Так вот, топор был пером сначала, а потом уже перо появилось. И топором вырубали не только славяне, но все европейцы, жители Средней и Северной Европы. Письмена на дереве. И, скажем, слово «буква» происходит от названия «бук», скажем, «дерево». И связано с тем, что эти буквы вырубались на дереве. Поэтому развитие письменности связано и с развитием инструментов этой письменности и материалов, на которых эта письменность производилась. И вот первые документы, фиксирующие информацию, были на скальные рисунки. Затем появились иероглифы, и когда появился алфавит буквы, на дереве, на скале, на металле. И люди были озабочены созданием, поиском материала для того, чтобы коммуникацию осуществлять. Какие материалы мы знаем? Камень и скалы, дерево, металлические... Что? Что, что, что? Глина, да. Конечно, глина очень важна была. У шумеров были глиняные палочки. Но потом были какие еще? Были палочки деревянные, очень важны, на которые наносился слой воска и слой гипса. И на них писали тоже палочками. Но очень важное значение имело вот само оружие, орудие письма. И первое письмо первое было связано с вырезанием, с выдавливанием букв. И поэтому вот существует, так название, говорят про перо, стело. Но это вот потому, что в какое-то время выдавливали на дереве, стелом, вот этим стержнем металлическим, буквы. Но это все входит в инструмент развития письменности, а соответственно и обмена информацией. Для нас особенно важно развитие письменности, от иероглифики к фонетическому письму. Первое фонетическое письмо появилось в Финикии. И финикийцы создали свою систему письма в 7-8 веке до нашей эры, даже начиная с 11 века. Письмо у финикийцев было не совсем таким, каким мы его видим сегодня. Финикийцы изображали только согласные, а гласные они оставляли фантазии читателя. Но сейчас существует письменность, очень распространенная, где также фиксируется только согласные. А гласные уж ваша фантазия создаст. Кто знает такую письменность, где только согласные фиксируются? Арабский язык. Правильно. Поэтому по-арабски мое имя звучит не так, как по-русски. Они не могут понять, что я ясен. Они всегда говорят ясен и спрашивают у меня, а вы не араб? Поскольку написать по-арабски ясен невозможно. Это будет все равно и ясен и ясен. Вы должны догадаться, какая гласная разъединяет согласные. Финикийцы тоже создали такую систему письма, а затем ее усовершенствовали. И усовершенствовали греки, которые на базе финикийского письма создали греческую письменность и греческий алфавит. Для нас этот факт чрезвычайно важен. И важен именно потому, что наша алфавитная система базируется на греческом алфавите. И если вы видели передачи с Олимпиады афинской, то вы могли заметить, что многие греческие надписи, можно прочитать эти буквы, они совпадают с нашими буквами. Хотя иногда, может быть, фонетически произносится несколько иначе. И вот в VI, VII, VIII, VII веке появляется греческое письмо в Греции, которое постепенно совершенствуется. Алфавит греческий позволил ускорить обучение грамоте и позволил ускорить также процесс передачи информации на письме. На базе греческого алфавита был создан алфавит латинский. В этом смысле римляне заимствовали алфавит во многом у греков, но внесли в него упрощающие элементы. Вы знаете, что греческий алфавит очень вычурный, а латинский алфавит очень прямолинейный и логический такой алфавит. И с появлением латинского алфавита мир алфавитный разделился на две структуры. На латиницу и кириллицу. Кириллица – название алфавита не греческого, а нашего славянского, российского, русского алфавита. Он был изобретен Кириллом и Мефодием. И греческое письмо остается достоянием греков. Это очень высокая культура греческая. Сегодня она является культурой относительно небольшого, но замечательного греческого народа. А основанная на греческом алфавите кириллица – вот наша письменность. И она существует в России, в Украине, в Белоруссии и, скажем, в некоторых странах на Балканах. В Болгарии, Македонии, в Сербии и некоторых других странах. Система алфавита тоже очень важна, и его развитие важно для нас. Наиболее простым оказался латинский алфавит. И затем развитие информации, системы передачи информации формализовалось по-разному. Изобретение алфавита способствовало развитию письменности, развитию письма, которое фиксировалось на папирусах, на пергаменте, на скалах, на табличках глиняных. Это письмо шумерское, клинопись и так далее. Но развитие письма было важнейшим фактором, во-первых, хранения информации. Мы знаем о мире то, что сохранено в письменном виде. Это документы. Мы знаем о мире то, что передается из поколения в поколение. И, конечно, отличие письменной информации от информации исторической, переходящей от первобытного человека к современному человеку, очень различны. Информация не фиксированная письменная. Это эмоциональная информация. Это информация памяти. И она проявляется по-разному у человека. Скажем, люди во сне часто летают. Я думаю, что это передает какое-то состояние в истории, в жизни человечества, когда люди прыгали с дерева на дерево. И сон тоже передает. Есть легенды, которые передают важные сведения. И мы не знаем точно, является ли это истиной или это изобретение просто фантазии. И чем дальше мы продвигаемся в развитии исторической науки, тем меньше остается фантазий и тем больше подтверждений различным легендам. Скажем, Библия, книга жизни, казалась многим таким фантастическим произведением, хорошим чтением. Сегодня, чем дальше мы изучаем историю Ближнего Востока, тем больше мы убеждаемся в том, что события, которые описаны в Библии, когда-то имели место. Скажем, потоп был момент, когда земля была подвергнута сильному затоплению. Океаны и все прочее происходило. Эта память хранится вот в легендах, в сообщениях и так далее. Есть память устная, передается из поколения в поколение. И вот здесь все зависит от того, когда, какой вид памяти был очень важен. Наиболее развитую память имели люди древнего мира, древний человек. Он все должен был запоминать. У него не было шпаргалки, он не мог прочитать книгу, он не мог прочитать письмо. Он все это должен был хранить в своей памяти. И вот появление письменности создало первые предпосылки для хранения фундаментальной информации, для передачи этой информации. Книга стала первым важным инструментом хранения информации. И книги появились раньше, чем газеты. Эти книги были первые, папирусные. Несколько папирусов сшивали. Глиняные дощечки тоже сшивали. А затем сшивали куски пергамента. Сначала папирусы делали книгой, просто склеивая папирусы. И появлялся длинный свиток, на котором были записаны важные материалы, важные сведения. Затем этот папирус стали разрезать на куски. И эти куски соединять с помощью различных приспособлений. Или на палочку нанизывали, или веревочкой связывали. Так появлялись первые книги. И эти первые книги дошли для нас, потому что тут же создавались библиотеки для хранения этих книг. С тем, чтобы люди могли воспринимать и сохранять эту информацию. И вот развитие письменности и книги было важным элементом, важной предпосылкой для развития коммуникации фиксированной, медиатизированной, то есть опосредованной с помощью определенных средств. В данном случае с помощью папируса, пергамента или других носителей информации. И вот здесь происходят еще некоторые важные моменты, на которые я хотел обратить ваше внимание. С развитием книги, письменности появляется потребность в более быстром обмене информации. И существует масса легкомысленных людей, которые до сих пор пользуются древними методами передачи и хранения информации. Собственно, есть две школы здесь, передачи информации и общения. Одна школа, глаза, это школа тех, кто читает. Другая школа, уха, тех, кто не умеет читать и понимает только на слух. Вот среди вас очень много представителей этой школы уха. Я это своими ушами слышу, и я очень прошу тех, кто не владеет культурой глаза, попытаться все-таки глаза свои использовать, хотя бы для того, чтобы читать и писать, и читать во время письма. И вот эти две школы воплотились в двух школах развития межличностной и массовой коммуникации. Одна школа римская, это школа глаза. И римляне записывали то, что они узнавали, записывали тем путем, который был им доступен. На папирусах, на скалах, на камне. Ну и кроме того, они пользовались дощечками с гипсом, нанесенным на них, или с воском, и выдавливали на нем письмена. И от римлян к нам дошло множество документов, письменных документов. В греки тоже использовались письмом, но они предпочитали общение устное. И связано это было с особенностями развития Древнего Рима и Древней Греции. Древний Рим объединился в империю римскую. И первым создателем этой империи был Юлий Цезарь. Он был озабочен тем, чтобы империя управлялась должным образом. И среди своих новаций, а Юлий Цезарь принадлежит к числу таких политиков, и может быть даже тиранов, как и Наполеон, которые многое сделали и для развития культуры. Скажем, Цезарь решил издавать новости свои в виде табличек, которые вывешивались на форуме. На этих табличках ежедневно сообщалось о том, что произошло в Сенате римском, о чем говорили сенаторы, какие проблемы там обсуждались. Римская демократия, а Юлий Цезарь начинал еще в период демократического Рима, эта демократия требовала обмена информацией. Юлий Цезарь, став властелином, использовал письмо, и мы получили множество документов письменных. В Греции не было такого единого государства. Греция была государством многих городов. И там греческая демократия была создана в Афинах, и греки общались на собраниях. Обычно эти собрания проходили на больших площадях, и там выступали ораторы. Если в Риме были и ораторы, и авторы писем, то в Греции преимущественно были ораторы. И в Греции развивалось ораторское искусство. И греки, которые раньше создали свою письменность и свою государственность, очень высоко развили ораторское искусство, которое делилось на три части. Конечно, среди греческих ораторов не было людей, которые, придя на лекцию, разговаривают. Они слушали и слушают. Но среди греческих ораторов развито было искусство соревнования в умении говорить и убеждать. Это умение проявлялось в нескольких случаях. Первый и главный момент – это судебное красноречие, когда речь шла о вынесении приговора человеку, нарушившему закон. Здесь у адвокатов была высокая миссия – защитить человека невинно осужденного или добиться снижения наказания. И вот это судебное красноречие в Греции получило очень высокое развитие. И у нас, конечно, и сегодня адвокаты тоже являются, как правило, мастерами красноречия. Но в Греции красноречие это не сопровождалось обязательно записью этих текстов, а развивалось как искусство убеждения. Второе направление в развитии устной речи в Греции было связано с решением государственных вопросов. Греческие города и государства часто между собой враждовали. И вот в ходе этих событий нужно было убедить граждан в необходимости войны или в необходимости прекращения войны. Одним из главных врагов – Афин – был македонский царь Филипп. И известный греческий оратор Демосфен завоевал себе славу, осуждая Филиппа, призывая к защите от Филиппа, обличая Филиппа. С тех пор появился термин «филипика». Что означает «филипика»? «Филипика» означает речь, высмеивающая врага, обличающая его. Это вот второе направление греческого красноречия – обсуждение государственных вопросов. Ну и было третье, для вас, видимо, более близкое – это выступление на празднествах, на пирах. Это вот торжественное красноречие – прославление победителей, прославление людей, вступающих в брак и так далее. Это вот торжественное красноречие было тоже важным элементом развития ораторского искусства в Греции. Но вы еще… к этому мы еще вернулись. Субтитры создавал DimaTorzok